Проверить качество оказываемых медицинских услуг в темиртауских поликлиниках прокуроры решили связить с приказом вышестоящего руководства. По итогам проверки нарекание вызвало отсутствие в одной из поликлиник города некоторых лекарственных препаратов, выдаваемых пациентов на бесплатной основе за счет бюджета. По результатам проверки установлено то, что 25 граждан нашего города не выдавались в полном объеме лекарственных средств. Указанные лица болели ишемической болезнью сердца, артериалии, гипертонии, сахарным диабетом и иными другими болезнями. По словам прокурора, все виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Между тем медики уверяют, в отсутствии бесплатных лекарств их вины нет. Ежегодно они подают заявки в управление здравоохранения и заранее закупают лекарства. Однако количество нуждающихся в бесплатных препаратах только растет. Потом удовлетворить потребность всех пациентов попросту не хватает денег. В особенности дефицит лекарств ощущается по самым распространенным в тюмертаву болезням. Проблематичная группа это ишемическая болезнь и артериальная гипертензия. Здесь нет стопроцентного от потребности. Здесь в районе от 50 до 60 процентов от потребности. То есть если мы одну упаковку пациенту выписываем, то подразумевается, что там две мы выписали, то третью он должен купить сам. Как отмечают первые поликлиники, лекарства от ишемии и артериальной гипертензии расходятся в течение двух дней с момента поступления. Чтобы избежать дефицита самых популярных препаратов, медики обмениваются лекарственными средствами с другими поликлиниками. Областное управление здравоохранения запрашивает информацию, у кого есть какие излишки и у кого есть какие дефициты. Мы все пишем и получается, мы даем информацию и областное управление перераспределяет. Допустим, со второй поликлиники Тимиртам передать такое-то количество. Бесопроволова – первый. А с первой поликлиники, допустим, аспирин передать второй. То есть это все движется. Жизненно важные вопросы закрываются однозначно. В этом году руководство первой поликлиники направило заявку в местный бюджет на покупку лекарственных препаратов на сумму более 111 миллионов тенге. Запрос удовлетворили частично на 142 миллиона. Лекарства же, которые относятся к категории жизненно важных, а таких заболеваний, как сахарный диабет, онкология и других, закупаются за счет республиканского бюджета и должны охватывать все 100% нуждающихся. Искандер Байкенов, Сергей Баданин. Новости Тимиртау.